Крупнейший банк страны вновь поднимает процентную ставку по ипотеке. То, что делает Сбербанк, является в какой-то степени ориентиром для остальных участников рынка. МЧС Татарстана вместе с Казанским федеральным университетом запустили трехмесячный курс подготовки общественных спасателей. Максимские курсы проходят раз в неделю. Это вполне достаточно для того, чтобы осветить абсолютно все темы показания первой помощи. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Надежда Мещерякова. 17 ноября Казанскому федеральному университету, одному из старейших вузов страны, исполняется 217 лет. Студенческий телеканал Универ-ТВ поздравляет университетское сообщество и желает университету дальнейшего процветания. 16 ноября в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации прошло очередное заседание аттестационной комиссии под председательством заместителя министра Петра Кучеренко. Заседание прошло в онлайн-формате. На правах постоянного члена комиссии в мероприятии принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Крупнейший банк страны вновь поднимает процентную ставку по ипотеке. Сколько десятков лет теперь понадобится россиянам, чтобы вылезти из долгового рабства, расскажем в следующем сюжете. Квартирный вопрос – один из самых больных для россиян. Дядюшка с богатым наследством есть не у всех, а свой домик с русской печкой или хотя бы студию в новостройке иметь хочется. И тут на помощь приходят банки. За вознаграждение в какие-то 8-10% и первоначальный взнос можно оформить сделку в рекордные сроки. Но расплачиваться придется не один десяток лет. Минталитет, культура нашего народа предполагает, что у человека должно быть собственное жилье. Если речь идет о пожилых людях, о людях, которые уже вышли на пенсию, доходы их резко уменьшаются, а жилье остается, если оно было куплено, пусть даже и в ипотеку. Арендованное жилье, к сожалению, человек, живущий на пенсию, не может себе позволить. На днях Сбербанк заявил об очередном повышении ипотечной ставки. Теперь новостройки отдают почти за 9% годовых, а ставка на вторичное жилье приближается к 10%. Как повышение ставки работает на практике? Допустим, я присмотрела себе однокомнатную квартиру на вторичном рынке Казани за 3 миллиона. Открываем ипотечный калькулятор банка. Квартира нужна срочно, поэтому первоначальный взнос ставлю минимальный. Рассчитываю кредит на средний срок по России – 20 лет. По 9,2% выходит чуть больше 20,5 тысяч. Не так уж и много, верно? Но если посчитать, сколько денег я отдам за все это время банку, сумма превышает 6 миллионов. То, что делает Сбербанк, является в какой-то степени ориентиром для остальных участников рынка. Выходит, что повышение ипотечной ставки даже на десятые доли процента может нанести серьезный удар по кошельку россиян и сократит число будущих заемщиков. А вот как это отразится на экономике страны, покажет время. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. Ректор Казанского федерального университета встретился с заместителем генерального секретаря постоянного международного комитета лингвистов господином Камилем Хаммонсом. Стороны обсудили вопросы подготовки к проведению одного из самых масштабных форумов – 21-го международного конгресса лингвистов. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялся день открытых дверей. Смотрим. Более ста будущих абитуриентов и их родители из разных районов Татарстана смогли посетить аудиторию вуза и получить информацию об учебном процессе из интерактивных презентаций, подготовленных студентами и преподавателями вуза. Директор института Елена Мирзон рассказала гостям об истории учебного заведения, о его структуре, реализуемых проектах и инновациях, которые осуществились благодаря вхождению института в состав Казанского университета. Этой встречи наши ребята ждали очень давно. Им бы хотелось узнать обо всех направлениях, которые представляет институт КФУ, чтобы сделать свой осознанный уже выбор. Центральным событием дня открытых дверей стало собрание, посвященное обсуждению правил приемной кампании 2022 года. Ответственный секретарь приемной комиссии Олеся Ошкина подробно рассказала присутствующим обо всех новшествах и изменениях. Так, например, следующим летом абитуриенты смогут подавать документы в вуз через портал госуслуги. А при успешном участии в межрегиональных олимпиадах КФУ у ребят появится возможность поступить вне конкурса. Также в ходе новой приемной кампании абитуриенты будут иметь более широкий выбор предметов для сдачи ЕГЭ, как и в прошлом году. Я получила ответы на многие вопросы, например, на кого поступать, куда поступать. И мне кажется, что я буду подавать оригиналы, ну в общем, больше буду ориентироваться на Ялобужский университет. Очень хочется, чтобы моя дочь поступила в этот институт. Мы уже знаем примерно, куда мы хотим поступать, на какое направление, но сегодня мы познакомились еще с другими направлениями, и нам стало намного интереснее. Очень понравилась игровая форма, которая была представлена сегодня. Надеемся, что мы будем студентами вашего института. Приемная комиссия Ялобужского института КФУ продолжит работу с будущими абитуриентами в различных форматах. Все желающие смогут посетить университет в рамках экскурсий, либо знакомиться с особенностями приемной кампании в ходе еженедельных прямых эфиров. Также любые вопросы абитуриенты и их родители смогут задать по телефону и в социальных сетях. Елизавета Никитина, Айдар Нурмеев, Универньюс. Казанский федеральный университет совместно с МЧС Татарстана проводит курс подготовки общественных спасателей для добровольцев региональной команды «Молодежка ОНФ». Подробности в следующем сюжете. С 2018 года волонтеры молодежки работают в зонах чрезвычайных ситуаций по всей России. Как отмечает координатор региональной команды, все начиналось с добровольцев, парней крепкого телосложения. Они разбирали завалы и аварийные объекты, оказывали нуждающимся помощь по хозяйству. С тех пор выросло не только количество участников движения, но и масштаб их действий. Поэтому в рядах волонтеров возникла потребность в квалифицированных специалистах. Все началось с Иркутской области. Тогда я еще, будучи студентом колледжа, юридического факультета, понял, что те профессиональные знания, которые мы получили на парах, мы можем их применять и показывать все-таки облик добровольца, волонтера, что это не тот человек, который шарики в небо запускает, а все-таки это профессиональный человек, который может оказать ту или иную помощь. Буквально только за это летом мы посидели две зоны ЧАЭС. Это Республика Крым после летнего наводнения пострадало большое количество жилья. И после чего мы выехали, вот буквально недавно вернулись с ребятами с Республики Сахай-Якутия. После летнего пожара мы помогали восстанавливать пострадавшее имущество и так далее. Юристы у нас восстанавливали документы, психологи работали с местным населением, а физическая помощь мы сначала убрали все, что погорело, и начали выстраивать новое. Ликвидация последствий катаклизмов лета 2021 года показала, что пройти обучение работе в чрезвычайных ситуациях необходимо всем волонтерам. Поэтому МЧС Татарстана вместе с Казанским федеральным университетом проводит трехмесячный курс подготовки общественных спасателей. Медицинские курсы проходят раз в неделю. Это вполне достаточно для того, чтобы осветить абсолютно все темы по оказанию первой помощи. Проводится лекция подробная. Параллельно с лекцией преподаватели сами показывают какой-либо навык. А далее в нашем институте есть все для того, чтобы отработать это. Манекены, огромное количество расходного материала, например, бинты. Ребята просто даже не выстраиваются в большую очередь, потому что всего хватает. Татарстан стал первым регионом, где проводится обучение волонтеров молодежки. В дальнейшем этот опыт будет использован для налаживания практики на федеральном уровне. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялся гала-концерт фестиваля культур-мозаика народов мира. Он завершил серию спортивных, интеллектуальных и других мероприятий, в которых на протяжении двух месяцев участвовали иностранные студенты. В этом году фестиваль объединил более 7 тысяч студентов из 104 стран мира. На мероприятии учащиеся КФУ продемонстрировали свои таланты и познакомили с культурой друг друга. Перед началом концерта на втором этаже уникса была организована работа интерактивных площадок. Там можно было узнать о традициях и обычаях народов мира, поучаствовать в мастер-классах. Во время концерта иностранные студенты КФУ представили на сцене свои лучшие танцевальные постановки, театральные миниатюры, номера оригинального жанра и вокальные композиции. Елизавета Никитина, Булат Садыков, Универньюз. На этом все. В студии была Надежда Мещерякова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok